Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. Мне 29, я никак не могу перебороть свои комплексы. С одной стороны, я прекрасно знаю свои плюсы и корзю с своими достижениями, но другое это очень мешает в жизни. Какие-то высказывания в мой адрес, чьё-то мнение в не очень конструктивной форме, если мне указывают на какие-то недочёты в работе, или муж даст понять, что я не права, я реагирую адекватно, или упрёков я сразу начинаю себя чувствовать какой-то не такой и занимаюсь самокопадем. Порой такой не даст слёз, не знаю, как с этим справиться, разговариваю с собой, пытаюсь перенастроиться на всё тщетно. Людмила, на самом деле ваш вопрос, это запрос на психотерапию, самое лучшее, что вы можете сделать, это заняться именно ей. Вот, последовательно и размеренно разбираться в своей жизни и смотреть, значит, на то, что и как вообще в ней происходит. Первая мысль, которая мне пришла в голову, конечно же, заключается в том, что есть ряд моментов, по которым мы не уверены в себя. Ну, так называемые моменты, где вы плаваете, где вы не знаете, что не знаете, там, условно, да? Не знаете, что вам делать, не знаете, как вам себя вести, вот. И, в общем-то, когда вам на это обращают внимание, вам, естественно, становится сразу тяжело и больно, потому что, ну, вы, вам само еда не очень хорошо, а тут ещё вот кто-то вам об этом говорит, причём говорит, ну, судя по всему, вот, ну, в не самой такой лучшей форме, да? Вот, тут, понятное дело, будет и тяжело и обильно, вот. Поэтому, в данном контексте можно говорить о том, чтобы вы самостоятельно как-то вот смотрели в сторону того, чтобы формировать своё отношение к тем вещам, которые вас волнуют, которые вас беспокоят и которые бы вы хотели, там, чтобы, ну, как-то вот было, да? По-другому, да? Чтобы, ну, как-то вот, ну, не так, не так, как сейчас, да? И получше. Следующий момент, это момент, связанный с возможной для вас подавляемой реакцией на то, что вам говорят люди. То есть, если вы, например, хотите быть хорошим, если вы боитесь людей обидеть, если вы пытаетесь как-то вот, значит, ну, что называется, вырвать у людей, вот, хорошее отношение к себе, вот. То, значит, конечно, вот, когда, вот что-то такое по отношению к вам проявляется, да, то вам становится тяжело, неприятно, вам становится больно, вот. Вот, потому что, по агрессии, то, естественно, недовольство, которое, которое естественным образом, опять же, возникает у вас, вы его, получается, просто блокируете. Вот, в этом ничего нет хорошего для вас. Негативную реакцию, агрессию, злость необходимо признавать, необходимо замечать, необходимо выражать, потому что это естественная часть человеческих эмоций, естественная часть человеческих ощущений. И для вас, на мой взгляд, очень, очень важно, чтобы это было легализовано. Сейчас, сейчас, на мой взгляд, ничего, ничего не легализовано. Сейчас, сейчас, на мой взгляд, вы активно себе это все запрещаете. И, в общем-то, из-за этого, также, в принципе, можете страдать, можете переживать, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, значит, следующий момент заключается в том, что, естественно, вы сталкиваетесь с согласием с людьми. То есть, вы сталкиваетесь с тем, что человек прав, который вам так говорит, вы сталкиваетесь с тем, что вы действительно должны там, ну, допустим, чему-то соответствует. Вот, значит, вы действительно должны там, как-то вот, ну, действовать вот так, как требуют от вас, требуют от вас люди, например. Вот, и это вот, когда, ну, когда вы сами, да, согласны с тем, вот, собственно, что говорят вам, ну, другие люди. Вот, а что вот тут нужно подвергать, на мой взгляд, всяческому сомнению, да, какой-то вот, ну, какой-то критике, да, вот. Вот, нужно подвергать те самые требования, вот, которые у вас есть к, ну, к самой, значит, себе, получается. То есть, это вот та задача, на мой скромный взгляд, на, ну, на которую вам нужно обратить свое внимание, грубо говоря. То есть, то есть, посмотреть нужно, именно, посмотреть нужно именно на те требования, которые у вас, вот, значит, к себе, к себе есть. Те требования, которые вы, ну, сами к себе получаете, получается, предъявляете, вот, и, ну, в данном случае, вот, не совсем, ну, не совсем понятно, вот, насколько эти требования адекватны, Особенно, насколько они, соответствуют, соответствуют, ну, вашим целям, вот, ну, собственным, вот, и вашим, собственным, значит, задачам, вот. На мой взгляд, конечно, нет за ответственность, потому что невозможно все делать правильно, невозможно все делать хорошо, так или иначе вы будете ошибаться, это абсолютно нормально, но если вот что-то такое у вас есть, то, конечно, нужно смотреть, что за этим стоит. Вот. И вот, как-то так. Еще один очень важный момент заключается в том, как мне кажется, значит, что есть определенная выгода ваша об, ну, об такого восприятия, да. То есть вы для себя что-то получаете. Вот. Что именно вы для себя получаете, пока сказать, ну, нельзя, потому что мало информации. Вот. Ну, а я думаю, я думаю, что, я думаю, что что-то вы для себя получаете. Вот важно понять, что именно и, соответственно, опять же, это скорректировать. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.